Эта новая техника предназначена для вывоза ТБО с евроконтейнеров. Это те, что на колесах и с крышками. Мусор прессуется и откладывается в бункер. В результате отходов грузовик помещается в 4 раза больше. Каждый день. Вчера выгребали так же, сегодня выгребаем так же. Вот так выглядит вывоз мусора на новой современной технике после обильных снегопадов. Так как подъезд с контейнером, к примеру, на проспекте Циолковского 9, дробь 2, не почищен, грузчикам приходится закидывать его вручную. А это не только увеличение времени погрузки, но и штата предприятий ГУП «Спецтранс». Ну, 15-20. А если бы дорога была бы чищенная? Машина подъехала бы, забрала, нам бы не пришлось вручную убирать. А вот так выглядит погрузка мусора на улице штурмана Елагина, дом 21. Дорожное полотно почищено и посыпано. На весь процесс уходит пару минут. Таких мусоровозов высокой проходимости на базе газ с боковой загрузкой в Камчатский край в прошлом году закуплено 2 единицы. Всего по программе обращения с отходами производства и потребления в 2018-м на покупку специализированной техники приобретено 7 единиц. 6 мусоровозов и 1 бульдозер на общую сумму 32 миллиона рублей. 5 единиц техники уже доставлено. Сразу они пошли в работу. На заднем плане мы видим 1 единица, которая еще не зарегистрирована, но завтра она уже выйдет на линию. Всего в парке ГУП «Спецтранс» зарегистрировано 80 машин, половина из которых ежедневно выходит на линию. Техника работает с 5 утра и до полуночи. Ведь теми необходимо раз в сутки вывести ТБО с 600 площадок. К слову, в последний раз парк обновлялся 5 лет назад. Сможет облегчить эта техника высокой проходимости ситуацию в Петропавловске и Камчатском. Ну и еще желательно нам докупить снегочистительную технику, чтобы мы не надеялись на дорожные службы. Закупленные региональным оператором специализированные транспортные средства будут эксплуатироваться в Краевом центре, а также в Елизовском муниципальном районе и Вилючинском городском округе. Лиса Латыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство Камчатка.